Российская газета, спасибо. Вы не могли бы рассказать более подробно о ваших планах идти в Госдуму, с чем связано такое решение, обсуждалось ли оно с губернатором, какие планы у вас, от какого округа баллотироваться, какие планы, допустим, в случае победы, какие интересы Краснодара защищать, ну и так далее, спасибо. Спасибо. Ну, то, что с губернатором обсуждался, я думаю, все видели. Тут подтверждений никаких абсолютно не требуется. Буду еще, конечно же, с региональным отделением партии консультироваться по округу. Ну, и очень рассчитываю, что, конечно, это будет одномандатный округ именно по городу Краснодару, по той территории, на которой я непосредственно сегодня работаю главой муниципалитета. Планы возникли абсолютно недавно. Если на прошлой нашей встрече я говорил о том, что выдвигаться нет у меня и мыслей в Государственную Думу, ну, знаете, прошел достаточно, можно сказать, короткий промежуток времени, прошло определенное переосмысление. Да, край у нас активно развивается, очень активно развивается. У нас растет и краевой бюджет, и муниципальный бюджет, но основные все программы, они направлены на социальное развитие. Безусловно, в крае много муниципалитетов, требующих внимания, да, и проблем, схожими с краснодарскими, их тоже достаточно большое количество. Поэтому говорить о том, что, ну, Краснодар должен получить, как столица, все, там, все без исключения денежные и краевые средства и другие, соответственно, муниципалитеты необходимо в этой части ограничить, это неправильно. Есть проблемы, но они достаточно серьезные, да, допустим, водоснабжение, там, Новороссийское, Геленджика и те же самые очистные сооружения на Черноморском побережье, и они требуют достаточно серьезной финансовой поддержки. В этой связи, да, вот я понял, что на большой политической такой арене от края у нас, ну, губернатор является, по сути дела, одним лоббистом, который добивается сегодня федеральных источников финансирования, которые идут на развитие края, на решение тех проблем, которые сами мы абсолютно не потянем. И я подумал, что опыт у меня определенный есть, да, я работал в Минстрою, я пришел главой Краснодара, и с самого начала, 17-18-19 год, при поддержке даже Министерства строительства, мы сразу начали приступить, первые школы, которые начали строить муниципалитет, это за счет федеральных источников финансирования. Поэтому, конечно же, необходимо, я считаю, и у меня есть и желание, нельзя сейчас сидеть на месте, потому что ждать, когда решаться в других муниципалитетах всех проблем, и потом начнем решать наши накопившиеся городские вопросы, наверное, это будет, ну, абсолютно неправильно. Нужно идти помогать и руководителю региона, и площадка Государственной Думы для этого самая подходящая, она дает возможность работать не в каком-то определенном министерстве и локально помогать муниципалитету, а дает возможность, в принципе, участвовать в обсуждении, принятии решений по различным направлениям. Я, ну, скрывать не буду, мне хочется очень заниматься вопросами, связанными с экологией, в том числе, вот тема, которая не решалась никем, абсолютно, со времен образования Краснодара. Ну, нет, мы каждый день с вами видим информацию о том, что неочищенные истоки у нас в Ливневку попадают, и попадают, соответственно, в Кубань, да, мы загрязняем реку. Ну, говорим, говорим, обращаемся, ну, мы понимаем, что ни в муниципалитете, ну, ни в городе Краснодаре, ни в крае сегодня именно сразу, одновременно выделить там ни сегодня, ни завтра этих денежных средств, ну, нет такой возможности. Есть федеральные программы, просто необходимо ехать этим заниматься. Нам нужно найти федеральные, а может быть и иные источники финансирования для скорейшего решения и транспортных задач. Вот у нас есть планы там по строительству, допустим, линии, это реальные планы, они сбыточные абсолютно, там по строительству линии трамвайной на гидрострой и там восточно-кругляковский микрорайон. Но одно дело, допустим, при наших бюджетах совместных, краевом муниципалитете, будем там строить вот 10 лет. И тоже они будут востребованы, да, но по-хорошему их нужно построить в течение пяти, а может и четырех лет. Потому что мы активно занимаемся, мы делаем проекты планировок, выходим уже непосредственно в проектирование. Эффект город получит, если мы будем реализовать различные проекты в короткие промежутки времени. Для того, чтобы их реализовать в короткие промежутки времени, необходимо эти проекты продвигать, защищать, по сути дела, продвигать город для того, чтобы мы могли и дальше получать иные источники финансирования, не только городские. Еще раз подчеркиваю, что да, губернатор многое делает, но мне кажется, что я должен тоже поучаствовать в этом, оказать помощь и краю, и городу Краснодару в этой части. Я думаю, что опыт есть, должно все получиться. Наталья у вас в продолжение, да, тема, вопрос. Евгений Алексеевич, Наталья Корниенко, телеканал «Царьбрат». Скажите, пожалуйста, какие прогнозы вы делаете относительно результата выбора? Сомневаетесь ли вы в своей победе? И как вы думаете, какой процент избирателей отдадут за вас свои голоса? Спасибо. Выборы покажут, они достаточно будут конкурентными. Вижу активность большую на политическом поле. Много, будет достаточно большое количество участников. Безусловно, рассчитываю на поддержку краснодарцев. Буду для этого все делать. Ну, в сентябре покажет. Будем побеждать. То есть, не делаете прогнозы относительно процента. Да, ну, я считаю, об этом нельзя сейчас не задумываться. Нужно побеждать для того, чтобы действительно и дальше развивать краснодар. Это самая главная задача. Спасибо.